вот и пенза мы ее прошли уже там можно здесь вот на выезде сделано стоянка большая золотой фетушок называется я видел когда-то бегал по своим делам что там таможенный пост было написано вот как зона таможенного контроля в этом не видел ни одной машины сейчас разберемся почти приехали осталось полтора километра что интересно машка ты идет вот сюда вот где вот я видел дашка а машка куда-то куда говорит надо ехать и выключил сотрясение мозга наверно было позавчера до сих пор отойти не может может быть она правильно сейчас посмотрим сюда проще заехать наустрим наустрим сюда направо вот она где-то вот здесь вот у нас правой стороны типа вот она а вот машины стоят вижу да а где въезд там движение только прямо да вон машины стоят видно я просто дачу таких не заметил где въезд туда интересный он машин видится но въезд явно не здесь вот пензенский таможенный пост может быть вот сюда надо заезжать ворота какие-то таможня кустом все может быть еще что и сюда короче надо идти это дело узнавать где у них здесь заезд да все сюда как сначала надо идти он желтика двухэтажное здание таможня идешь там оформляешь пропуск на въезд сейчас там должны эти ворота открыть пришлось вот назад сдать потому что туда заходить надо радиус там он узбек заехал он уже как оформил пропуск ждем как его запустят надо с радиусом просто входить там поворот резкий кс ему ворота откроет как он только поедет в таможню зону заезжать также и мы туда подъедем потому что там отстоять получается полторы полосы уже из-за снега могут зеркало снести здесь хоть как-то не продумано все неправильно должны сначала запустить потом документы сдавать но обычно так здесь сначала идешь сдаешь потом заезжаешь он узбек туда засунулся сейчас там тронуться по этим ямам по этому льду не может не пошел пошел не зашел еще один что ли на таможню едет наверное еще один приехал часто с разгона зайдет не зайдет зашел значит ваш бед не зашел я зашел пошли мы туда если выпустят вот видите тут он вошел правду радиус взял на за езды тут конечно ой какой хороший ой какой ой 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 там ой остановиться то нельзя иначе начнем сразу буквально в общем все прибыли час мы тут расстаемся как нибудь я так думаю все документы в таможне будем ждать время 12 вот вот это я понимаю растаможка из 23 мы уже растаможен все документы на руках звоним у учателю алло это алексей водитель все я выезжаю да все еду к вам меня ждут прямо сейчас нас разгрузят позвонил объяснили как доехать сейчас нам направо город поток пропустим 4 светофор по главное направо переезд опять главный уходит налево нам как бы налево и прямо в ворота там должно быть написано электро теперь ребятки подождите я сначала выйду потом вы все поедете ну поехали отлично сейчас нас еще и разгрузят будем надеяться что там у нас все хорошо внутри ой погодка сшепчет солнце светит можно наши глаза здесь так считаем светофора это первый нам нужен четвертый нам нужен четвертый так первые прошли так первые прошли едем хорошая тут гора если снег пойдет попробую на эту гору забраться потом гора просто очень хорошая спуск такой не детский далеко не детский так вот а а а и а а и и и и и и и номер три вот следующий, четвертый по главному мы пойдем направо троллейка стоит неожиданно, я только прилег, только задремал пока тут магазин, сходим туда-сюда, там свои дела а, ну-ка, вон, все, вижу, дорогу уходит, по главному направо слушаешь, торопы, не торопы, держишься, торопятся переезд, есть такой вот сейчас, как бы, дорога, говорит, уходит налево говорит, нам чуть-чуть левее и, как бы, типа, прямо о, только на нем тут снега да, вон, дорога, вижу уходит налево так, где ворота, а, вот, вижу ворота все, электро, да, 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 люкс вот нам сейчас сюда и вот в эти вот ворота нам мы и приехали делов-то ехать главное, чтобы сейчас тронулись отсюда раз, с Германии а куда дальше да вот мы и прибыли сейчас что тут что-то надо идти куда-то оформляться или что за мной а ты раз гружатся, да? раз гружатся это вот фирма ЕГО 30 мест саможде да, 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 да ага что, где-то, ну, и паспорт, или водиться, и и туда, да пойду оформляться а че медь 4 часа дня мы уже выгружены сейчас мы здесь на асфальте развернемся не бойтесь не бойтесь тетенька я туда к вам не поеду я просто развернусь Михаил Владимирович у нас завтра с утра приезжают только в общем мы сейчас едем обратно туда на петушок ну и будем там ждать будем грузиться кутрета отсюда с пензой или с окрестности не знаю пока еще что пока куда да веселый дать охранник то пусто то густо то говорит сижу в носу ковыряюсь то говорит бегать приходится но жизнь же она такая серая как зебра белая и черная у нас тоже да вроде бы были проблемы до свидания потом все как бы вот хорошо так в испанию мы удачно сбегали бы но в германии загрузились хорошо сходили в когалым опять удачно в германию сбегали вот на тебе получилась такая вот неприятность неприятность перед на м1 здесь сюда приехали опять все хорошо фу-фу-фу-фу 4 4 часа выгружены загружены выгружены растаможены разгружены жизненно такая вот она и состоит из этих всех полос они меняются чередуются однотонная не бывает к сожалению хотелось бы что все время было белое но увы не получается радиозавод ну а вообще говорю вот эти конфорки к электроплитам привез и эти как их переключатель электроплиты наверное собирают здесь пенсии сейчас штурмуем эту горку такую серьезную на петушка идем какого-нибудь супчика покушаем и будем ждать конкретики ну а давайте разогреем парни погибли патруль помещение некоторого у него к когда Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 только ждать когда они там скажем так разродятся будут готовы нас посмотреть на скане и если все будет тип-топ то есть будет выбор мы естественно поедем 95 процентов что с поедем с канью ногинск вот и мы там с ними дружим и как бы и они с нами не ругаются отношения у нас хорошие в плане чего чтобы все это дело просто когда начнется сборка все это дело было как можно быстрее надолго машину не оставлять лизинги никто не отменял работу тоже пенза родина самолетов я просто не в курсах может быть самолет симпатичный по центру не то чтобы центр ну так немножко пришлось город съехать сегодня уже ничего так ничего не болит практически кроме костей нормально вчера какой-то вот все полный упадок силы вечер просто пол я что-то не припомню чтобы я спал 15 часов в один раз по 8 охранник разбудил денежку заплатить ну еще посреди ночи один раз проснулся и все так просто как вырубили в общем то вот все вниз спускаемся он там уже м5 пока направо тут километров 5 до этого до петушка а грузится нам потом обратно в эту сторону то в сторону москвы окраина пензы только ну туда чуть дальше вот такой чугуняки нам 4 палета кинули понятно что они тут сами развалятся по дороге как им удобно улягутся да и хрен с ними а здесь все остальное загрузят этими какими-то матрасами по отвязывались придерживаю палками досками распорными вернее вот все ждем приехал обратно парни кто что кто ремонтом занят то чем мы сейчас тоже займемся кое-какими делами будем ждать часа в четыре будем звонить не бритый некогда проспался что можно себя даже в порядок привести уже загрузимся наверное потом в душ помыться побриться человеческий облик принять вот такие дела друзья так тут авария да походу авария такая не детская будем перестраиваться как тут у нас уазик пропускает красавчик смотрите какой красавчик скажем спасибо уазику даже не буду спрашивать как так вопросов даже задавать не буду как так то после событий недавних вот так но мы летим на вторую загрузку оказывается я когда позвонил говорит что могли бы и раньше приехать но фишка в том что нас все равно отпустят только завтра потому что там какие-то терки заморочки там что-то деньги должны получить я не вникал в эти подробности девки мои упорно настаивают чтоб ехал через город а грузится нам получается другом с другой стороне пензы на южной улица металлисты на южной улица металлистов такая вот но я когда позвонил говорю как вам лучше проехать так то я разговаривал с барышней зал трубку серьезный дядька и он сказал что лучше яйца по объездной ну с другой стороны сейчас 20 минут пятого ехать через город час пик как-то не совсем фонтан поэтому мы сейчас едем прямо до тамбовской на саратов развязка саратов нижний по моему да уходим в сторону саратова и потом доходим до тамбовской развязки как мы уходили на тамбов и там оттуда уходим в город и там получается мы по городу ехать практически не будем как не то что не будем мы не надо через центр переться потому что мои дамочки с этого с петушка по прямой 12 километров и ты на месте а через центр города причем обе как-то лучше лишних 20 километров тут сколько тут 25 получится проехать но заехать с объездной во-первых часто сухо но все равно мне я этот google карты показывали 28 минут оттуда ехать 12 километров ну да и лучше я по объезду заодно немножко батарейки погоняем то считается уже сутки стоим еще тут съездил на загрузку туда-обратно ох сейчас 44 километра выдала вот сейчас и проехал я ну сколько тут километров 5-7 ну да где-то 30 не лишний выходит но она может быть будет даже и быстрее ну во всяком случае они мне так сказали но не верить местным как-то не стоит я так предполагаю с более голосу датьки был очень суровый поэтому едем в объезд не то что суровый он такой был мудрый такой что езжать его без так будет быстрее и проще позора нет умные когда настоящие герои как это пока вот такая настоящие герои всегда идут в обход поэтому погнали в обход нет 43 что-то намного нарисовала лак разберемся вот 8 километров до развязки а то в сторону саратова и потом обратно в пензу получается ну совсем другой конец пенс край города только южный у нас сейчас север а мы на южный брат казах что-то совсем медленно есть устанайский город-то закончился можно немножко его зануть наш сегодняшний день мы посвящаем пензе туда-сюда лево-право катаемся тут по ней с этой стороны еще не доводилось в пензу заходить скоро пензе будет уже как своя нужно сдать любой закоулок северную часть объездили в центре относительно в центре проспект победы это вернее я выезжал по нему сразу загрузки адрес там проспект победы моё понятие слова проспекта немножко по-другому по-другому ну ладно сейчас нет решаться это было сауна она мы сейчас уходим влево-обратно еще 18 километров отсюда такой кружок километров с 30 получился может даже чуть-чуть как выше но и грейдер погнали заклица заворачиваю да смотри поворот как будет по весу там что-то этих матрасов должно быть написано шесть с половиной тонн мебель матрасы какие-то не знаю но и веса немного маленькие летят а тут две полосы понял вот нам получается никуда не сворачивая время прямо целый час просто грейзер нужно домой поехал все отработал свое это с волгограда на то же на курить крейс приключенческий был 12 по моему год когда мы ходили на это на октал не на октал порт шевченко я ходил к она там неделю в степи прожили там заметенные и после этого уже все когда все это закончилось вышли на пустым на россию и если меня загрузили в волгограде на красном октябре металла загрузили и нужно было заправки что же такие специальные были те подешевле но неважно получается вот я пришел со стороны волгограда вот тоже такая же как на тамбов уже такая уж широкая 4 полоску тоже симаш было и получается нужно развернуться поехать на заправку сторону волгограда обратно заправиться и потом обратно развернуться уже на тамбов и все домой. Ну все, я развернулся, поехал, забрался. И еду к развороту. Такое тоже разделительное, полукруг и налево к развороту. Ну и все, я так это в разворот захожу и понимаю, что въезд в разворот-то расчищенный. А дальше снега по колено. А тогда что-то, когда нас там в Казахстане заметало. Вот такой вот разворот, вот как здесь. Ну там сейчас у нас впереди такой же. Ну я в него вхожу и все. А дальше снега в колено. И все, я в этот снег влетаю. Все. И прямо так я в него и забурился. Двадцатка тонн. Короче, на середине я и стал. Я с него даже, ну, как бы, морда уже в сторону выхода смотрит. Вот такой, только он там более закругленный там. То есть более широкий радиус входа был. То есть как бы, ну вот, вот он такой, примерно такой разворот. Ну побольше, правда. Ну и все, и, короче, и все. Прилип. По-моему, а, приехал американец, зацепил меня тросом. Драл, драл, не выдрал. Трос порвали там что-то. Но он меня драл, драл. И по итогу меня, короче, положило бочиной, левой бочиной и прицепом уже. Вот именно вот на этот металлический отгонник. Вот такой, какой с левой стороны. Ну все, а что тут? Звонок другу, приехали друзья. Полицейские. Туда-сюда, что как. Все посмотрели, написали. Ну что, кем? Грейзер. Пришел вот такой грейзер, которого мы обгоняли. Нормально. Ну трос такой танковый. Зацепил он меня и поволок. Я нога в зеркало левое смотрю этим подбойником проедет. Но по-другому никак. Короче, выволакивает меня. Ну как бы так. Скажем так, повреждений практически-то никаких и не было. То есть там колеса, все это вот, от этой части борта там, там практически ничего и не поцарапало. Но фишка в другом. Мне вырывает этот. Передний мост. Рессору. Врывает с крепления. С левой стороны. Короче, у меня мост под углом 45 градусов. Не то, что 45, нет. 45 градусов, конечно, прибрал. Но, в общем, у меня мост передний под углом получается. Не прямо смотрит, а влево. Еще выломали мне рессор. Клинк, я на фирме. Что делать? Ехать можешь. Я говорю, ну вроде едет, хрена знает. Короче, давай потихоньку. Они, говорят, готовы. Мы тут уже наслышали. А я уже долго там, там неделю прожил в этой степи. И машину обещали. Кричали, что кинем там. Если солярка кончится. Ну а что, мороз такой. Что-то замерзать в ней, что ли. Ну это шутка, конечно, что кинем. Но сам факт, что там, короче, шумом было. Там посол, наша фирма. Ну дай бог там здоровья, конечно. Там моему обеспечеру связали. Со мной мне звонил сам посол Беларуси в Казахстане. Со мной разговаривал. Там как, что у нас там. С соляркой приехал. Я там не один, а там четверо было. Нам вообще народу много было. Ну вот именно у нас, у беларусов было четверо. С моей фирмы я был один и еще там три пацана. И главное, что хорват с нами. Интересно тогда. В общем, как говорит, мамочки, куда я попал. Чистый хорват, что самое интересное. Такой, ну в общем. Короче, как получается, вот назад сдаешь. А на этой раз трессора, если так, она на место становится. Все, может прямо. А когда вперед едешь, он получается под углом. Я пока от Волгограда до Минска доехал. Два колеса, которые на передней оси в хлам. Все, в ноль. Стер просто в ноль. Потому что, ну, понимаете, колено крутится не по прямой, а крутится подкрутились под углом. Ну, правда, никаких претензий не по колесам. Ну, не новая резина была, потому что такая подгулявшая. Два новых колеса поставить. Новую рессору. Ну, так интересно такая была поездка в 12-м году. Такая с приключениями. Как мы там тогда сидели. Просто мы назад уже, мы назад тянули, тянули сколько могли. Даже этот моноту прошли, этот каньон. Даже поднялись, в основном, на нем. Там его отсыпали. Ну, и колеса попробивали. Там тоже этой щебнем отсыпают. Скальником. Там колеса меняли. Ну, что там в общем не было. Ну, короче, домой приехал. Ну, правда, нормально. Часть там. Ну, все, спасибо, что так. Два колеса нового ресурса оба-добар. Было такое дело в 12-м году. Так, тогда вот там милой. И здесь вот все, в Долгоградскую область. Там заметала. Там туда еще по телевизору точно показывали, что там машина стоит заметенную между Саратовом и Волгоградом. Там, короче, тут такой коллапсик был такой недетский на дороге. Ну, вот. И так еще еду. Мне сейчас все сигналят. Белорусы, у тебя, говорит, мозг, говорит, в боку мы. Я знаю. Таможня дала добро, а можно молить. Приезжай. Ты же в Брянске, смотри, на какие колеса. Протектор был, а его нет. Просто слезала. Потому что куда-то, говорит, гнать тебя на сервис, искать где-то это все, что меняется. Там еще у нас эти прицепы низкорамные были какие-то. Они такие там, что-то начать-то звонила куда-то. Доли таких рессор не было, то ли что-то. Ну, в общем, проблема была поменять, потому что прицепы у нас были низкорамные, эти стокуповые, это такие. Машины были низкорамные, и прицепы низкорамные. На этих низкорамниках сколесили все, что можно, если там, где до высоких рамок не проедешь. Ну, что-то вспомнилось про это. Короче, тут бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вот мы, наверное, с вами и в Пензу прирулили. Во всяком случае, мне показывают, 6 километров осталось. Нам всего ехать-то. Отчего мы тормозим? Искренний сервис уничтожения клопов, тараканов, клещей, блох, комаров, муравьев, мышей, крыс, кротов. Ага. Так что, а вот она и Пенза. Что тут так страшно, я не помню, а что мы 55 едем? Ну, камера, и что? Значит, вот такие, братцы, полетела тут. Хватило тут. Просто не все всегда на ум приходит. Так, есть что вспомнить, что рассказать. Внимание, проезд через Пензу ограничен. Ну, это, везде этот знак висит. Такой уж иный знак. Здесь, наверное, вот эта часть города, она такая, более промышленная. Там-то более жилая. Ну, я так думаю. Давай, братан, заходи, заходи. Что-то так-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Надо было сейчас ее там остановиться. Сжать хорошенько. Не было давно, не было этого. Ляпанья. Пожалуйста, пожалуйста, мне ж не жалко пропустить. Хорошего человека. На, а нам сейчас, нам сейчас правее. Коллега, вот место левее уходит, он нам направо. Поворот не надо включать. Он же прямо едет. Через 50 метров держитесь правее. Пройти 2,1 километра. Хорошо. Но, как скажешь, машинчик. Сейчас посмотрим эту среднюю по приезду. Надо будет обязательно что-то с ней там. Как-то ее там вперед. Чуть-чуть прижать поплотнее. Вот это канал Бельзинский. По какому ряду ехать? Как мы думаем, по первому или по второму? Поехали по первому. Допустим маленьких. А, тем более, в любом случае, прямо ехать надо первый ряд. Это не решетка, скорее всего, ляпает. Это, скорее всего, ляпает. Там вот провод, где идет пульт управления подъема кабины. Вот, скорее всего, она. Потому что у нас вообще, по идее, решетка правая не открывается. Передняя правая, говорят. Передняя не открывается. Там, где правая облицовка. Боковина правая. И вот эта средняя решетка. Они там что-то где-то, что-то загнуло. И она у нас не открывается. Ну, драть мы ее не стали. Пока, как бы, надобности в этом нет. Что вырвешь потом. И закроешь еще что-нибудь. Пока надобности в этом нет. Мы ее трогать не стали. То есть у меня фирмы какие-то. Они все почему-то в центре города. Поехали во второй ряд. Потому что в первом нам ловить абсолютно нечего. Тут его как такового первого нет. Полторы полосы получается. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Да. Ладно, поехали за автобусом. Сейчас на остановке будет останавливаться. Смотрите, у меня полторы полосы. У полосы. Если вам занято. Всем, кто с Пензой, пламенный. У нас сегодня обзор Пензы. Получается такой небольшой. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что мы здесь прощаемся между ними. А здесь сплошная, поэтому делать этого нельзя. Да и не будем. Тем более, он в любом случае нам уже красный загорелся. Интересно. Одна направо кричит, другая прямо. Используйте дорогу, которая прямо. Через 50 метров поверните направо. У плашки более точный адрес. Прямо с буквами написано. Что тут будет у них переходить, нет? Что вы тут? Устроили ромашка. Еду, не еду. Короче. Ночью уже не едут. Но он тоже, да, стал красавчик, говорит. Залазь через сугроб ко мне, да? Молодец. Как женщина туда залезла? Кто тут нам звонит? Да. Да. 1,8 километра. Барышня звонила. Вы к нам едете? Да. Далеко вам нет. Прошу вас, джентльмены. 1 километр. Ну, все равно в центр поперлись. Офига себе. Через 300 метров поверните направо. Нет, ну... Улица металлистов. Понятно, что не центр, но... Так, велосипедист тут зимой откуда-то взялся. Так, улица металлистов направо. Используйте второй поворот. Надо по следующим полотенцам отправо. Сзади он, видите, ну не имется, не имется. Быстрее надо, быстрее. Успеешь. И чтобы направо повернуть, надо с левого ряда крутить. На следующем повороте поверните направо. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров через 250 метров. Затем вы приметите. Встречный пункт через 30 метров. Вот так. К правому повороту через 500 метров. Вращаемся здесь. Можно и вроде. Ищи им зеркалом, не поехали. Нет, ищи им. Да. Интересно тут. Плохо, что уже... Металлиста в 7А, по-моему, мне надо. Не сюда. Не знаю. Металлиста в 7. Наверное, в 7А дальше. А что-то синее какое-то сейчас на телефоне. Кажется, металлиста в 7. А у вас въезд где, да? Я понимаю. Я проезжаю металлиста в 7. У здания тут мегафон. Там бизнес написано. Это вот где такой шлагбаум поднимающийся, да? Все. Значит, это вам... Нет, нет, нет. Я вот уже заезжаю к вам. Вон сюда. Изменения машинка. Здрасте. Здорово. Грузица? Да. А. Давай. Попа. Был здесь? А? Был здесь? Не, первый раз. Машки есть? Ну, конечно, конечно, нынче... Правее возьмете, там крыльцо большое, вон там. Видите, что там большой. Там охрань, маска одеть зайдет. Понял. Нынче куда без масок-то? Нынче без масок никуда! Жизнь такая. Да? Температура все в порядке. Померили нам температуру. Вот тут мы где-то сейчас будем грузиться. И здесь же будем ночевать. Сказали, что мы вас здесь... Перепроложить. ...оставим на ночь. Все. Идем какое-то крыльцо. Крыльцо. Человечка пропустим. Чтобы он выехал. Потому что я ему тут перекрою прицепом кислород. Все, берем бумаги. Пошли оформляться. Последний. Последний. Так. У меня еще борт свободный. Всем привет. Я так понимаю, наш крайний рабочий день. В этом забеге слегка затянувшимся начинается. 30 января. Вчера загрузили вечером. Документы отдали только сегодня. Там что-то терки какие-то у них. Не знаю. Время у нас уже без 15.11. Сейчас вот-вот должен Михаил Владимирович уже подъехать. забираем его и двигаем на Питер. О, на Питер мы до Москвы. Там еще место есть. У нас целый борт свободный сзади. Но ничего с пензо отсюда на сегодня нет на субботу. Может быть, завтра что-нибудь с Москвой заберем. Вот, наверное, подъехал. Въезд тут контура какая-то. Большое здание тут трехэтажное. И за ним проходная. Если... Смотри, с какой стороны ты едешь, я ж не знаю. Ну, там прямо 7, а, написано. На здании 7. Дальше 7, а, да, вот дальше проходная. Все, давай я сейчас выйду. Пойду встречать. Пойду встречать. Пойду встречать. Субтитры сделал DimaTorzok Пойду встречать.